Простой, доступный и очень вкусный рецепт приготовления Пасхи на Пасху. Один из моих любимых рецептов. Рыхлое ароматное тесто и очень простой процесс приготовления. Начнем с приготовления опары. В емкость выливаем молоко. Оно должно быть теплое, но не горячее. Теперь добавляем дрожжи. Немного сахара, примерно 1 столовую ложку. И 2 столовые ложки муки. Надо все хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место. Опара должна увеличиться в 2 раза. Для этого обычно требуется от 10 до 15 минут. Теперь подготовим изюм. Можно использовать любые сухофрукты, но я люблю добавлять именно изюм. Заливаем горячей водой и оставляем на 20-30 минут. А пока приготовим тесто. В глубокую емкость разбиваем яйца. Всего для теста нам понадобится 6 яиц. Высыпаем сахар. И теперь нужно все хорошенько перемешать с помощью венчика. Взбивать до образования пены не нужно. Достаточно просто все хорошо перемешать. Наша опара уже готова. Осторожно снимаем пленку. Когда работаете с дрожжевым тестом, не торопитесь. И не совершайте резких движений. Опара получилась отличная. Добавляем опару в емкость со взбитыми яйцами. Выливаем молоко и сметану. Обратите внимание, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, не холодные. Добавляем ванильный сахар, соль и хорошо все перемешиваем с помощью венчика. Теперь пора добавлять муку. Муку я обязательно пропускаю через сито. Так паска получится более рыхлой и нежной. Муку я добавляю постепенно, не всю сразу, а в 2-3 этапа. Добавляю 1 третью часть от общего количества муки и постепенно замешиваю тесто. Затем добавляю следующую часть. Каждый раз пропускаю муку через сито. После того, как я добавила всю муку, выкладываю в тесто сливочное масло комнатной температуры. И постепенно вмешиваю его в тесто. Используйте сливочное масло жирностью не менее 80%. Тогда выпечка будет действительно вкусной. Когда лопаткой становится неудобно месить тесто, я начинаю замешивать тесто руками. Но перед этим обязательно смазываю их растительным маслом. Так тесто почти не липнет к рукам. Их замешивать очень удобно. Вымешивать тесто нужно не менее 10 минут. Оно должно стать гладким, однородным и перестать липнуть к рукам. В зависимости от размера яиц, качества муки и их других факторов, вам может понадобиться немного больше или немного меньше муки. Все пропорции вы найдете в описании под этим видео. Посмотрите, как тесто должно выглядеть в конце замеса. Вот на этом этапе уже можно добавлять сухофрукты и цукаты. Изюм я немного обсушила с помощью бумажного полотенца. И теперь высыпаем его в глубокую емкость. Туда же я добавляю разные цукаты. Их предварительно замачивать не нужно. Теперь добавляем 1-2 столовых ложки муки и хорошо все перемешиваем. Высыпаем подготовленные изюм и цукаты в муку. И замешиваем тесто, чтобы все равномерно распределилось. Теперь накрываем тесто и оставляем на час-полтора в теплом тихом месте. А пока тесто подходит, я подготовлю формы, в которых буду выпекать куличи. Для этого я использую фольгу и любую емкость, подходящую по размеру. У меня это банка из-под варенья. Обматываю фольгу вокруг банки таким образом, как показано на видео. Знаю, что форма для выпечки кулича – это вещь очень доступная. Но иногда бывают такие ситуации, когда подходящей формы нет. И тогда можно сделать форму самостоятельно. Именно такого размера, как нужно вам. Вынимаю банку и форма готова. Внутрь я еще обязательно вкладываю пергаментную бумагу. Вот так все быстро и просто. Тем временем тесто уже хорошо подросло. Посмотрите, какое рыхлое и воздушное тесто у нас получилось. Немного обминаем тесто и выкладываем его на поверхность стола. Необходимо разделить его на равные части. В зависимости от объема и количества форм, вы можете самостоятельно определить, на сколько частей нужно разделить тесто вам. Я разделяю на 7 частей, весом примерно 380-390 граммов каждая часть. Учитывайте, что размер моих форм примерно 18 см на 8 см. Каждую часть теста я формирую вот в такой шар. С тестом очень приятно работать. Оно нежное и неимоверно ароматное. Тесто перекладываем в подготовленные формы и оставляем в теплом месте еще на час. Вот, посмотрите, как отлично тесто подошло в формах. Отправляем паски в горячую духовку на 30-35 минут выпекаться при температуре 180 градусов. Когда куличи уже готовы, я достаю их из формы. Посмотрите, как просто и легко. И теперь отправляю их еще раз в духовку буквально на 10 минут, чтобы немного зарумянились их бока. Теперь подготовим глазурь. Для этого нам понадобятся белки от трех яиц. Аккуратно отделяем белки от желтков. В емкость с белками добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. И теперь емкость со всеми ингредиентами помещаем на паровую баню. Теперь, постоянно помешивая, ждем, пока растворится весь сахар. Взбивать массу пока не нужно. Достаточно просто дождаться растворения кристаллов сахара. На это уходит несколько минут. Вот, уже все готово. Убираем емкость из бани и с помощью миксера взбиваем массу до белой пышной пены. В зависимости от мощности вашего миксера, может потребоваться 5-7 минут. В конце я еще добавляю сахарную пудру, чтобы глазурь быстрее застыла. Вот такая вот глазурь у меня получилась. Пасхи уже тоже готовы и немного даже успели остыть. И теперь их можно декорировать. Я просто окунаю каждую пасху в глазурь и формирую вот такую вот пышную белую шапку. Осталось только добавить декор по вкусу и все готово. Давайте посмотрим, какие же они получились внутри. Пасха очень нежная, ароматная и в меру сладкая. Настоятельно рекомендую приготовить и попробовать. Вы не пожалеете. Уже с нетерпением жду вас в комментариях. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, если вы еще не со мной. И до новых рецептов. Пока-пока. До новых рецептов.